Ураган Франсин, обрушившийся на штат Луизиана, продолжает терять свою силу по мере продвижения на север вглубь страны. Тем не менее продолжают действовать предупреждения об опасных погодных условиях от Луизианы на север до южного Миссури и на восток до Теннесси. В самой Луизиане продолжают бороться с последствиями урагана и вызванных им наводнений. На юге штата несколько округов вдоль побережья Луизианы сообщили о большом количестве поваленных деревьев и линий электропередачи. В округе Терибон, где Франсин обрушился на берег, возникли серьезные перебои в подаче электроэнергии. Сообщалось о затоплении улиц и поваленных деревьях также в округе Лафурж. Там же было зафиксировано более 25 тысяч отключений электроэнергии. В округе Сент-Джеймс, расположенном немного дальше от побережья, были оборваны линии электропередачи и сгорело несколько трансформаторов. Всего более 392 тысяч человек остались без электричества по всему штату. Большинство учебных заведений были закрыты и перешли на удаленный режим работы. Сильным ветром были повреждены сотни строений, сорваны десятки крыш зданий. Из-за ветра авиакомпании отменили рейсы из Международного аэропорта Нового Орлеана имени Луи Армстронга. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Жара и засуха мешают пожарным бороться с огненной стихией. Лос-Анджелес, самый крупный город штата, окружен тремя лесными пожарами, которые получили прозвища Airport Fire, Bridge Fire и Line Fire. Эти возгорания уже уничтожили свыше 60 тысяч гектаров леса, а также 40 жилых домов, которые располагались в горах. Губернатор Калифорнии в среду объявил чрезвычайное положение в Лос-Анджелесе и соседних округах из-за лесных пожаров, подступающих к мегаполису. Примерно 18 тысячам человек было приказано эвакуироваться из домов в районах округа Сан-Бернардино. Сегодня распоряжение об эвакуации из Болди-Вилладж было расширено от Сан-Антонио-Хайтс до Райтвуда и на восток до пика Кукамонга. В тушении трех природных пожаров задействованы более 4 тысяч пожарных и почти 800 единиц спецтехники. По данным СМИ, пострадали 15 человек, из них 13 пожарных. Крупный лесной пожар бушует также в Эквадоре, там он вспыхнул в районе холма Эль-Панесилия, в столице Кита, построенной на фундаменте древнего города инков в предгорьях Ант на высоте 2850 метров. Холм, на котором вспыхнул пожар, тоже непростая возвышенность. Раньше, во времена инков, здесь располагалась важная религиозная святыня. Тут местные жители много веков назад приносили жертвы и поклонялись солнцу. Проливные дожди, накрывшие мексиканский штат Халиско, принесли сильные осадки и вызвали наводнения. Пострадал ряд населенных пунктов. Стремительные потоки принесли на улицы с возвышенности груды мусора и грязи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Голова маааааа и поцёртки и лааааа Сразу два водяных смерча прошли вчера на юге Хорватии. Один из них наблюдался в округе Дубровник-Неретва. Второй прошел вблизи острова Корчула и вышел на побережье. Еще один водяной смерч удалось снять туристам в районе Сиде на Средиземноморском побережье Турции. Необычная авария произошла в штате Южная Каролина в США. Там на переезде произошло столкновение поезда с грузовиком, перевозящим танк «Абрамс». Танкер столкнулся с железнодорожным мостом на Волге в Костроме. «Лена Нефть» следовал по маршруту Татарстан – Ярославль. Рано утром судно проходило под железнодорожным мостом на ЖД-перегоне Кострома – Новая Каримова. Капитан не рассчитал габариты, рубка задела перекрытие моста и баржа застряла. Семь членов экипажа, находившихся на судне, не пострадали и разлива топлива нет. Капитан танкера, врезавшегося в мост в Костроме, по предварительным данным, не увидел сигнальные огни моста. Два дня в водной ловушке провела собака в Кабардино-Балкарии. Несчастное животное оказалось посреди бурной реки и не знало, как выбраться на берег. Спасатели МЧС России натянули трос, на собаку надели спажилет. Слаженные действия команды позволили безопасно достать беднягу из заточения. Когда пес оказался на суше, радость не знала границ. Начавшаяся вчера еще в середине дня геомагнитная буря к ночи достигла уровня G3, что соответствует уровню сильной магнитной бури. В настоящее время на Земле продолжается слабая магнитная буря класса G1. При этом обновленные прогнозы, в отличие от предыдущих расчетов, не обещают быстрого завершения нестабильных процессов в магнитосфере Земли. Ожидается, что сегодня в течение дня возможны магнитные бури слабой и умеренной интенсивности классов G1-G2. В первый выходной день временами, преимущественно в первой половине дня, прогнозируются слабые магнитные бури класса G1. В воскресенье геомагнитное поле ожидается слабо возмущенным, и только в начале новой недели магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние. Высокая интенсивность геомагнитного шторма опустила в роральный овал до 52 градусов северной широты, в результате чего полярные сияния наблюдали в Псковской, Тверской, Московской, Владимирской, Нижегородской областях и севернее этих регионов, а также в Европе, США и Канаде. Отметим, что по первоначальным прогнозам магнитная буря должна была начаться еще несколько дней назад, но началась значительно позднее и оказалось заметно продолжительнее ожиданий. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале!